Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Светлана Блязова. В этом выпуске я расскажу о новинке нашего книжного фонда «Королева бриллиантов» Антона Чижа. Антон Чиж – российский писатель, мастер современной прозы, автор литературного курса для молодых писателей. Родился в городе Львов. В начале 80-х окончил математическую школу и вернулся на историческую родину в Ленинград, где отучился на театроведческом факультете Института театра музыки и кинематографии имени Черкасова. Антон Чиж – яркое явление на небосклоне российской современной детективной прозы, автор серии романов о молодом петербургском сыщике в Родионе Ванзарове. Книги Антона Чижа выводят российский детектив на новый уровень. Это не только качественное развлекательное чтение для досуга, но и увлекательный интеллектуальный роман, написанный хорошим литературным языком. Ох и полюбил ее Филипп Парфенович, ох полюбил. Крепко-накрепко полюбил, как последний раз любит. Последней любовью полюбил, какая приходит под конец, когда не ждешь уж ничего от скуки жизни. Полюбил страшно, полюбил отчаянно. Любовью преступной, от которой одна погибель. Не любовь это, а беда, конечно, как не понять. Навождение какое-то не иначе. Да будто оглох и ослеп Филипп Парфенович. Говорили ему, говорили. Только никаких уговоров слушать не желал. В своей воле привык быть. Кто ему указ? Кто поперек слова скажет? Такой характер, что не посмотрит, кто перед ним. Друг, брат, сват ударит так, что по плечи в землю вгонит. Потом, конечно, плакать будет, прощения просить. А норов бешеный не укротишь. Дай повод разорвет. А уж когда дело, касаемое любви его заветной, тут и пикнуть не смей. Чего доброго совсем убьет. Один сунулся увещевать, такой ответ получил, что другому неповадно стало. Что тут поделать? Напасть явилась, откуда не ждали. В конце июня приятели старинные зазвали Филиппа Парфеновича в ярк отобедать в дружной компании. Знать бы, чем веселье обернется. Может, лучше бы ногу себе сломал и дома остался. Так нет же, приехал. Застолик, как водится, был обильным. Тосты поднимались, вино реколилось, дело привычное. Настроение у Филиппа Парфеновича стало отменом. Ты с чего ему быть плохим? Дела у купца Анимировского шли в гору. К ломбарду, доставшемуся от отца, Филипп Парфенович трудами своими добавил страховую контору, ювелирную лавку открыл, дом за Москворечья поставил, выстройку купил. Жена тихая и покорная, трех наследников родила, как полагается. Мальчики умными росли. Старшего Петра уже к делу приучал. Живи, душа, радуйся на многие годы. Подняли тост за процветание купеческого сословия. Филипп Парфенович бокал выпил, усы оттер, тут скрипки заиграли. Он на сцену оглянулся и окаменел, как молнии сраженный. Поразил его в самую душу, в сердце насквозь пробила цыганка молодая, что волна им юбку пускала, плечами поводила и черными бездонными глазищами жгла. Филипп Парфенович забыл про все, глазами пожирал ее. Цыганка в пляс пошла, жаром пышет, манисты звенят, заливаются, подол разноцветные крыльями летают. Кончился танец, овации разразились, иные господа со стула вскочили, в ладоши бьют, а Филипп Парфенович шевельнуться не может. Показалось ему, что звезда огромной яркой вспыхнула и поглотила его. Утонул он в этом сиянии. Приятели заметили, что с Филиппом Парфеновичем неладное творится, стали толкать, подшучивать. Только он на шутки не отвечает, примечает, сколько жадных глаз пожирает его цыганку. А она и рада, всем улыбается. Правда, почудилось ему в один миг, что заметила его цыганка и задержала на нем глаза чернющие. Может, было, а может, привиделось. Только с этой минуты Филипп Парфенович потерял интерес к приятелям и застолью. Одну цыганку слушал. Как заиграла скрипка мелодию печали заветной, махнула она юбками, гордо подняв подбородок. Тут и пропал Филипп Парфенович навсегда. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Долгожданная новинка про горячо любимого мною Ванзарова. Но данный роман не является продолжением серии, а начинает новую линию, показывая время, когда Ванзаров только набирался опыта и был весьма юным чиновником. Здесь на сцену выходит его начальник Пушкин. Как всегда, сочное описание, фактурные характеры и загадка, которая держит в напряжении. Очень понравилась сюжетная линия вокруг фигуры Чехова. Сама книга прекрасно оформлена, интересная фактурная обложка, имитирующая тканевый переплет. Последнее время читала детективы только зарубежных писателей и пренебрегала нашими. Но на глаза мне попалась эта книга в интересном оформлении, и я решила рискнуть. Честно скажу, что не ожидала от отечественного детектива такого высокого уровня. А зря. Отлично проработанный сюжет, детали и персонажи. Все такое самобытное, однозначно рекомендую к прочтению. Детектив, где главный герой Пушкин, а в сюжете появляется Чехов? Да. Вот только Пушкин-то другой, Алексей, и он просто сыщик. Не поэт, а скорее даже математик. А Чехов тот самый, Антон Павлович. Приятно было его видеть, так сказать, в кадре, а не в роли рассказчика. Свали ее Аурик. Филипп Парфенович каждый день принялся ездить в яр. Официант его усаживали за стол поближе к сцене. Аурик, когда в зал выходила, мимо него идет, как нарочно рукавом коснется. Филипп Парфенович горел огнем неугасимым, терзался, но в руках себя держал. Так с недели продолжалось. А потом решился. Подозвал официанта, дал сто рублевку, и уж тот готов был душу продать. Филипп Парфенович потребовал, чтобы позвали Аурик в отдельный кабинет, какие при ресторане имелись. Официант обещался исполнить. Филипп Парфенович в кабинет зашел, где стол отдельно стоял, накрытый хрусталем и серебром. Сел, стал ждать, долго ждал, даже злиться начал. Тут является официант и глаза потупя сообщает, что цыганка такая упрямая, никак с ней не сладит, не желает идти в кабинет, а пусть, говорит, барин к ней в сад выйдет. Филипп Парфенович покорно пошел, куда было приказано. В темноте глаза ее, казалось, сгорели огнем нездешным. У Филиппа Парфеновича мужчины крупного, телом крепкого, ноги чуть не подкосились. А она руки в боки и улыбается улыбкой сладостной. Чего изволите, барин хороший, говорит. Сама искрами сыплет и будто бы посмеивается над купцом. У Филиппа Парфеновича горло перехватила. Такая красота невозможная, невиданная, что хоть упади перед ней на колени, моли о пощаде. Совсем разум отказал. А цыганке того и надо. Учуяла, в каком состоянии почтенный господин пребывает. Управляем, как лошадью, поводя в руках, только погоняй. Такая умная, хоть годков-то не более двадцати. Ой, барин, не смотри, так испугаясь, убегу, говорит. И улыбкой самое сердце Филиппа Парфеновича режет. Красивым речам он не был обучен. Некогда купцам обходительно в себе воспитывать. Чего ты хочешь, говорит напрямик. А что у тебя есть, барин хороший, отвечает. Да что пожелаешь, у меня ни в чем отказа не будет. Она пальчик губки приложила, зубками кончик прикусила, будто задумалась. Филипп Парфенович этот пальчик готов был целиком скушать вместе с ней. Разве манисты золотых монет? Завтра получишь, говорит Филипп Парфенович, руки раскинул и к ней двинулся, чтобы задушить в объятиях. Да только аурик отскочила, стала колючей, как нож цыганский. Эй, барин хороший, остынь, а то закричу. Не девка гулящая, чтобы за золото отдаваться. Такого поворота Филипп Парфенович не ждал, но и раззадорился пуще прежнего. Чего ж ты хочешь, кралечка? Не покупай, а завоюю любовь мою, говорит. Чтоб полюбила тебя всем сердцем, иначе подходить не смей. Это как же завоевать, спрашивает купец. А я почем знаю, придумай, сказал и убежал в темноту. Филипп Парфенович в раздумьях недолго мучился. Что думать, когда средства есть? Полгода добивался купец-аурик и подарки дарил, и наряды, и по Москве на тройке катал, и в Нижний свозил, и в театр, и за городом пикник с музыкой устраивал. Денег не жалел. Ухаживание аурик принимала благосклонно, только не дала себя и в щечку поцеловать. Такая хитрая. Филипп Парфенович от желаний сам не свой стал. И тут, под конец декабря, еще до Рождества, когда ему совсем не втерпеж стало, пошел он на штурм. Объявил аурик, что готов для нее такой подарок, какой ни одна цыганка не получала. Для этого случая заказан лучший номер в гостинице «Славянский базар». Такого подвоха Михаил Аркадьевич Эфенбах не ожидал. Уже шесть лет счастлива служа начальника московской цискной полиции, он стал москвичом по образу жизни, так сказать. Не сразу, но привык к неспешному распорядку и неторопливо мобильным обедам посреди присутственного дня, которым чиновники отдавались со всем усердием. Свыкся с тем, что в Москве все знакомы. Даже тот, с кем он не был знаком, оказывался или знакомым знакомого, или на худой конец знакомым друзей знакомого. Он перестал удивляться некоторой простоте, принятой в общении и между чиновниками снизу доверху. Не пугался почти родственного дружелюбия, которое на улице проявляли к нему совершенно незнакомые люди или приказчики в лавках. Научился дышать воздухом, густо насыщенным провинциальной ленцой. Больше не усмехался при обязательных поминаниях древних московских традиций, которым следовали все, кому не лень. И даже принял неписанный закон общения полиции с воровским миром. В Москве давно стоялось такое положение, что полиция благодушно спускала большинство мелких преступлений, совершаемых на Хитровке, Сухаревке и прочих злачных местах, за что воры редко совались в благополучные кварталы улицы. В общем, полиция и мир воровской соблюдали взаимовыгодный нейтралитет, который висел на тонкой ниточке. Привычки Эффенбах освоил. Но в душе остался петербуржцам, что невозможно искоренить. Столица имеет такое свойство, что если человек просто пожил в Петербурге или послужил, до конца дней своих будет петербуржцем. Везде и всегда. А уж в Петербурге Эффенбах отличился по службе, раскрыв несколько громких дел. И даже был лично представлен императору Александру II, что для людей определенного происхождения было редкой честью. А потому Михаил Аркадьевич никак не мог отказать своему петербургскому приятелю из департамента полиции. Его книги создают уникальную атмосферу роскошного и коварного высшего света до революционного Петербурга. Стремительно вовлекают читателя в запутанные события и интриги, заряжают юношеской энергией и напором, позволяют идти по следам главного героя так же вдохновенно и увлекательно, как в книгах Агата Кристи и Артура Конан Дойля. Среди наиболее известных книг автора «Безжалостный орфей. Формула преступления. Смерть мужьям». Новая книга Антона Чижа, «Королева бриллиантов», продолжает вселенную детективов Родиона Ванзарова. Очаровательная и благородная баронесса фон Шталь, она же Агата Керн, грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно восстанавливая женскую справедливость. Интрига истории рождается на пересечении нескольких сюжетных линий, затрагивающих и цыганские проклятия, и даже судьбу Антона Павловича Чехова. А вы читали «Королеву бриллиантов» Антона Чижа? Делитесь в комментариях.